Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Сегодня у нас девятое число... Нет, восьмое, подожди, восьмое. Такой вот я милый человечек, таким нарисованным носиком. Так называемый контуринг, дамы и господа. Я думаю, это то, что будет спасать меня, не знаю уж насколько прям всю беременность, но пока моя морда не расширилась вот так, и мой нос в том числе... Конечно, не морда, окей, у меня лицо. Потом, я думаю, даже никакие рисунки на моем носе не помогут. В общем, да, контуринг дело такое. Хочется сделать носик поменьше, поаккуратнее, поуже, насколько это в моих рисовательных возможностях. Крашусь я просто потому, что хочу быть красоткой, снимать влог. Также мне нужно снять рекламки. Возможно, еще я сегодня выйду из дома. Я уже сегодня выходила из дома на коррекцию ресничек. Кстати, рассказала своему мастеру Оксане о том, что я беременна. Она так порадовалась, так мило. Ну, я уже вот от людей, которых я давно знаю, с которыми я вижусь там и, в принципе, дружу в каких-то таких хороших отношениях, я от них уже не скрываю, потому что остались считанные дни до момента, когда я всем расскажу. И Оксану, своего мастера, я вообще уже год 4, наверное, знаю. И, понятное дело, блин, вижу с ней чаще, чем, там, не знаю, с кем-то из подружек. И поэтому, можно сказать, она мне такой прям близкий человекчик. Было так мило, она так порадовалась. Я уже лежу, она такая, что дома? Говорю, я беременна. А она такая... Короче, она обалдела, прям так порадовалась, так было мило. И что-то она только, по-моему, спросила срок, или я сама сказала. Она очень сильно удивилась, потому что она думала, что, типа, недели 2-3 я скажу. Я говорю, да кто же такой срок, типа, рассказывает? Я даже не знаю, почему я волнуюсь. Наверное, потому что, наконец-то, я смогу рассказать хорошую новость. Смотрите это видео уже тогда, когда я вам всем рассказала. Разумеется, ну, просто я рассказываю вам свои чувства до того, как я рассказала. И, конечно, есть некоторые такие волнения. Ну, просто в том плане, ну, как сказать, типа, волнение не то, что там кто-то не порадуется, или просто, не знаю, в целом просто такое необычное ощущение. Рассказывать хорошие новости приятно, здорово. Я еще не рассказала, конечно, но я просто вспоминаю, даже когда я сделала пост о том, что Слава сделал мне предложение, тоже было так здорово и волнительно. И так интересно было смотреть на реакцию людей, кто что пишет, кто какие комментарии оставляет, кто поздравляет. Поэтому, конечно, рассказывать хорошие новости, ну, сильно приятнее, чем не очень хорошие. И есть такое приятное волнение. Многие из вас, конечно же, очень рады тому, что я беременна, и теперь у меня в блоге появится какая-то интересная тема. Но, конечно же, нельзя забывать о том, что у нас еще в этом году ремонт. И я очень вдохновлена и прям очень рада, что в этом году у нас аж целых два таких классных события, долгожданных, реально. И сегодня Лиля мне прислала посмотреть кухню-гостиную, как она будет выглядеть. И мне так хочется вам это все показать, просто схожу с ума. Пока что все это еще в процессе у нас, то есть еще нет готова полностью вот такого, знаете, что сидеть классно, разглядывать вместе с вами на тот же влог, что я обязательно сниму, покажу вам результат визуализации, как у нас все будет и так далее, и так далее. Вот, пока что у меня есть только такие черновые картинки, которые безумно мне нравятся. И я ни разу не пожалела о том, что решила обратиться к дизайнеру. Мне, если честно, кажется, что в наше время вообще делать ремонт без дизайнера такая в себе идея, потому что все-таки ремонт это удовольствие не из дешевых, и на нем лучше не экономить. Поэтому лучше сделать, наверное, один раз классно, вот прям вложиться по полной, чем потом много раз переделывать или быть недовольным тем, чтобы потратили много денег на то, что в итоге вам не нравится, неуютно, надоедает и так далее. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Нужно понимать, что дизайнер интерьеров это не тот человек, который просто придумывает классные картинки, где какой диванчик поставить. Это человек, который создает функциональную, безопасную и удобную среду. Он должен разбираться в инженерных коммуникациях, конструкциях зданий, отделочных материалах, следить за технологическими новинками и знать строительное законодательство. Я вот, кстати, могу вам порекомендовать онлайн-школу дизайна Contented. Я по своему опыту могу сказать, что это очень востребованная профессия сейчас, и крутого дизайнера еще нужно поискать. В школе есть специальный курс дизайнер жилых и коммерческих интерьеров. Курс объемный, потому что на нем вы научитесь создавать дизайн жилых и коммерческих помещений, квартир, кафе, офисов. Будете уметь все. На курсе упор сделан на практику. Во время обучения вы сделаете 5 проектов жилых и коммерческих помещений. Все выпускники могут пройти онлайн-стажировку под руководством опытного дизайнера в режиме онлайн. И добавить ее в резюме. Посмотрите на реализованные проекты студентов Contented. У вас тоже так может получиться. Время на обучение вполне может найти любой, даже если вы работаете. Это 4-8 часов в неделю. А сроки по домашнему заданию можно сдвигать. И поддержка на всем пути обучения. Также в школе помогают студентам потом найти работу. Ну и преподаватели в Contented настоящие профи. Их работы украшают популярные издания. Они создают и ведут дорогие программы в высшей школе экономики. Студенты курса выбирают тариф в зависимости от того, какой уровень поддержки им нужен. Они отличаются наличием личных консультаций и дополнительных блоков обучения. А по моему промокоду PUSHMAN скидка 45% на все тарифы. Осваивайте новую профессию и создавайте классные дизайны. Я тут поняла, что мой тональник очень темный. Ну не очень темный, но... Я это на самом деле часто замечаю на видео, что у меня шея белее. И понятное дело, что на нее тоже надо тоналку, еще что-то. Но мне проще вот так вот немножко как бы затемнить, чтобы был не такой жесткий переход. Но все равно он есть. Это, конечно, жутко весит. У меня сегодня Надя, подружка моя, подбадривала по поводу того, что... Я говорю, блин, у меня второй подбородок просто ужас. Появляется такое... Ну, как бы я уже появился? Я говорю, я не понимаю. Типа, нужно было поправиться на... Ну, я уже почти на 4. Ну да, на 4 килограмма, наверное, уже поправилась. Ну, 3,7, наверное, 4. 3,7-4 килограмма поправилась. Я говорю, блин, вот и что это такое? Типа, надо было на 4 килограмма поправиться, чтобы прям вообще... Вот я на себя, когда в зеркало смотрю, Даже на лицо, думаю, не такое уж, оно и огромное. Ну, то есть, да, подбородок, но вот так вот даже, когда не накрашено, смотрю, думаю, очень даже ничего нет такого. Знаете, что огромные щеки. Но на видео, когда я смотрю, я прям как будто бы, у меня открываются глаза. Я такой, ну, блин. В реальной жизни мне казалось, что все это намного меньше. Я, конечно, загоняюсь немножко как будто бы, вот. Но, может быть, мне хочется поиграть в эту игру, когда ты загоняешься. А все тебе говорят, да успокойся, ты же беременная. Тебе это нормально. Может быть, хочется, чтобы кто-то поспокаивал, сказал, что ничего страшного, что у тебя там подбородок появился. Ну, а куда его не едет? У меня еще, знаете, такая особенность, так было всегда. У меня всегда, когда я поправляюсь, у меня первым делом хорошенько поправлялся, ну, лицо, понятное дело, но вот именно второй подбородок. Прям, прям он сразу появлялся. И вот когда я, получается, была 54 без, в начале беременности, у меня не было еще второго такого подбородка. А тут появился... И вот Нали, моя подружка, меня еще подбазрила тем, говорит, это еще потому, что ты филеры себе всякие колола. И они тоже, короче, больше, как сказать, больше воды притягивают, отекают больше, еще что-то. И, кстати, еще забыла вам рассказать, вы же помните, что я хотела сделать себе перманентный макияж бровей. И перманент можно делать при беременности, особенно если врач разрешил. Она мне разрешила сделать брови, губы не разрешила, потому что я губы тоже захотела. Но я думаю, блин, колоть-то уж точно нельзя. Вы думаете, что я так долго ничего себе не колю? Ну, типа я, получается, перед первой беременности ничего себе не колола, потому что знала, что нельзя. Потом, получается, я забеременела. Потом, когда я уже не была беременна, все лето, сначала я, по-моему, ничего не хотела колоть, что-то, ну, типа не было настроения и так далее. А потом, когда я хотела, Залина, врач, у которой я все эти процедуры делала, она улетела практически все лето. Как-то мы не могли состыковаться, то я на даче, то она где-то. Короче, в итоге я за лето тоже ничего не сделала, а там уже, понятное дело, время-то идет. А можно делать все эти процедуры, как то, что я в интернете читала, за три месяца до, типа, зачатия можно. Ну, то есть, грубо говоря, к тому, что вот ты сделал, и три месяца точно, ну, типа, предохраняйтесь в духе, потому что не надо, чтобы это все вот так вот активно было в организме. Тот же ботекс, еще что-то. И в итоге у нас еще, типа, времени, у нас вообще не было времени. Первый месяц практически, вот можно было, да, первый месяц, а потом все. Потом уже нельзя, и сейчас опять нельзя, понятное дело. И, с одной стороны, может, это и неплохо, все мои эти штучки пусть, типа, выветрятся. Конечно, я уже вся в этих мечтах, что как только я рожу, как только я похудею после, ну, приду в какую-то форму, потому что мне вот даже, по-моему, Надя тоже говорила, или Настя. Короче, говорит, ни в коем случае, только сразу после родов. Ну, понятно, как откормишь грудью. Мы же не знаем, как быстро я там похудею вообще, как долго я буду кормить грудью. Ну, короче, не надо бежать и сразу себя все обкалывать, потому что можно такого себе наколоть, что вообще хрен его знает. Плюс организм еще не пришел в себя после родов, и гормональные вот эти штуки, им же тоже надо восстановить. Ну, короче, понятное дело, что в таком деле спешить, ну, не надо. Вот, ну, просто это я с вами делюсь, что, конечно, у меня такое состояние, что мне хочется хоть что-то сделать с собой, чтобы порадовать себя, знаете, какие-то процедурочки, что хоть что-то такое, чтобы шло на, скажем так, в плюс к красоте, а не так, что у меня там второй подбородок появляется, морд шире становится, потому что, ну, на это я не могу повлиять. Даже если я вдруг перестану жрать, чего делать нельзя, понятное дело, во время беременности, потому что голодать ни в коем случае нельзя. Вот, ну, даже если я буду только прям идеальными, правильными продуктами питаться, я же все равно буду поправляться. Все равно какие-то отеки будут. Ну, то есть это, как бы, есть вещи неизбежные, скажем так. И с этим сложно смириться, с этим сложно смириться, но это нужно принять. И я, конечно, понимаю, что это все временно, что, ну, что, конечно, да, главное, там, родите малыша, здорово, что все было хорошо. Вот эти вот все мои штучки, ну, типа, знаете, даже я когда забеременела, у меня там сначала нормальная кожа была, а потом не очень, короче, пошла. Вот тут даже, видите, вот. Не то, чтобы я ожидала, что во время беременности у меня будет идеальная кожа, конечно, хотелось помечтать об этом, но, опять же-таки, я всяких, знаете, не строила себе каких-то иллюзорных, непонятных мечт, не знаю, представлений у меня не было. И просто я думала, ну, вдруг мне повезет, вдруг кожа будет чистой. Не могу сказать, что она у меня прям трэш-трэш, что вообще ужас, но, конечно, и не фонтан. Но, учитывая, что у меня бывали времена похуже, можно сказать, что ничего вообще. И вот я когда забеременела второй раз, и у меня, понятно, сначала кожа вроде ничего была, потом как пошло-поехало, все вот эти вот гормональные штучки-дрючки, я, конечно, такая, типа, ну вот, приехали, но, с другой стороны, честно, вообще пофиг. Ну, конечно, не хочется, да, плохо выглядеть в любом состоянии, даже в беременном, но, вообще, это такая мелочь, ну, то есть, реально, это не главное, скажем так. Главное, чтобы с ребенком все было хорошо, и пофиг. Если даже надо будет так, чтобы я была вся в прыщах, это все, конечно. Конечно, но, типа, это вообще пофиг, потому что это все равно пройдет, а ребенка, главное, родить здоровеньким. Поэтому, с одной стороны, конечно, я немножко загоняюсь, потому что, вы знаете, я немножко помешана на внешности, и, конечно, не до такой степени, чтобы я не осознавала свое положение, что, типа, блин, ну реально, что ты хотела? Ну, ты же беременная, конечно, ты не будешь, там, не знаю, худеть, ты будешь только набирать. Просто есть такие беременяшки классные, у которых, мне кажется, растет только живот, ну, грудь еще. А я вот понимаю, что я точно не из этого числа, у меня точно все растет, прям хорошенько, но вот все равно, все равно реально надеюсь, что как-то вот, не знаю, смогу малой кровью, так сказать, отделаться. Но это все, конечно, безумно любопытно, как вообще все это будет происходить, как быстрее буду приходить в форму потом, сколько я буду в итоге весить. Сколько КГ я пойду рожать. Прикольно все это будет узнать в будущем. Ну, вот мне врач сказала, что по моему там индексу 11-14 или 15, ну, 11-14 она сказала. Вот наберешь класс, ну, к 14, типа, стремиться не надо. То есть, если получится там 11, то вообще улет. И я вот думаю, если сейчас у меня только начало пятого месяца, то есть 18 недель, сколько ты там дней, а я уже 4 набрала, а мне еще половину уходить. Ну, ладно, половину. Ну, окей, половину, ну, допустим, если я за половину беременности набрала 4 килограмма, и за оставшуюся половину я наберу еще, например, 7, то в принципе ничего, 7-8. Не так жестко звучит. Может быть, зря я загоняюсь. Но я не знаю просто, сколько я буду набирать. Там же самый активный набор веса идет там. Хотя я в интернете как сумасшедшая какая-то. Практически каждый день, когда взвешиваюсь, и вижу, что, понятно, на весах цифры-то не меньше становятся, я гуглю всякие глупости в духе, сколько нормально прибавить вес к там 19 недели. Ну, вот даже вчера мы болтали с бабушкой, с мамой, и моя бабушка в беременность была такой прям большой, когда мою маму носила, была беременна моей мамой, и у нее был огромный живот, а моя мама была всего лишь 2 килограмма 900. Ну, то есть это не всегда, конечно, зависит от этого, от веса ребенка. То есть это может быть и там многоводие, еще что-то. Ну, короче, там столько всего. Мы сегодня встали в 10.20. Встали рано, потому что нужно было отвести мой супер-анализ в женскую консультацию. Вот, я могла это сделать и завтра, но завтра у нас съемка, поэтому не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, тем более, что нам нужно было как-то начать налаживать режим. Вот, и завтра у нас, правда, не рано съемка, не утром, хотя мы будем снимать и при дневном освещении тоже. Но, тем не менее, в студию надо приехать в час, у нас будет визажист, стилист по волосам, все, короче, по-взрослому. Сейчас будем смотреть, что по одежде, то, что вот лично мы должны собрать. Настя там взяла в шоуруме платье, такое-сякое, черное платье для меня взяла, классную накидку шикардосную, хотя мне кажется, для нее побольше живот нужен. Ну вот я так всегда. Я в жизни смотрю на себя, мне кажется, не такое уж у меня и большое лицо, не такое уж у меня большое подвороток. На видео смотрю, думаю, блин, большое. На живот свое смотрю, думаю, не такое уж у меня огромный живот. На видео смотрю, думаю, я не знаю, как это работает, это забавно. Но, типа, реально вживую все кажется, как будто бы меньше. Не пойму, почему. Не хочу быть той беременяшкой, которая, ну, блогершей беременяшкой, которая контент выпускает только на тему беременности, только про животики, про беременность, про малышей, про детскую одежду и так далее. Хотя я прекрасно понимаю, что очень тяжело, находясь в таком состоянии и положении, вообще думать, что в твоей жизни может быть что-то интереснее, чем вот этот вот период, этап, потому что, ну, это действительно необычный, классный период в жизни любой девушки. Но, тем не менее, я бы сказала, да, действительно, в моей жизни ничего такого интересного, что могло бы сравниться хоть чуть-чуть с беременностью, нет. И в целом, наверное, это будет правда, но у нас еще ремонт, и я очень рада. Хочется так губу побольше. Купила себе блеск такой обалденный от бренда Кла... Кларан. У меня уже были такие еще давные, но еще я вообще мелкой была. Обожала эти блески уже тогда. Такие свеженькие. Блин, вот брови все равно как будто хочется подкрасить чем-то. Еще не знаю, интересно вам или нет по поводу лазерной эпиляции, которую, конечно, тоже делать нельзя. И это грусть. Это очень грустно, потому что я, конечно, совершенно не привыкшая к тому, что есть какие-то нежелательные волоски на теле. Это нормально, когда ты в положении, и тебе приходится от чего-то отказываться. Тем более, когда ты знаешь, ради чего это все, поэтому... поэтому все нормально. Короче, сегодня по плану подготовиться к съемке, снять для вас вот этот влог, потому что у меня много чего есть рассказывать, поскольку я долго это все держала в себе, и будем постепенно по мере происходящего буду вам все рассказывать. И сейчас, возможно, вам кажется, что каждое мое видео на эту тему, но это просто потому, что у меня много чего накопилось, чего я вам не рассказывала. И, конечно, сейчас мне кажется это таким прям интересным, но в будущем на этот год планы абсолютно разные, разного характера, разных движух. Ну и, конечно, я не буду, знаете, прикидываться, что, типа, это не главное событие вообще в моей жизни за последние, не знаю, сколько лет. Конечно, для меня это очень-очень важное событие, счастливое событие, чудесное событие для меня, для моей семьи, да, для нашей большой семьи. Вот, поэтому уж делать вид, что, типа, ах, ребята, это же обычное дело, беременность, подумаешь. Я делать такой вид не буду, потому что для меня это, конечно, прям... Ну, я думаю, вы поняли, чего уж говорить. Но и при этом мне не хочется из моего блога делать чисто вот все только про беременность. Но, скорее всего, будет много тем вокруг да около, поэтому, если что, извините. Но кому-то это будет интересно, а кому-то нет. Вот. И, конечно, я очень долго этого ждала, очень долго ждала, что смогу с вами это обсуждать, задавать вам какие-то вопросы, типа, ребята, а можно это, а можно то. И просто все это будем вместе с вами обсуждать. И за то, что я долго этого ждала, конечно, у меня, знаете, прям наплыв куча эмоций, вопросов, интересов на эту тему. И очень сложно устоять, знаете, игнорировать эти желания. Так вот, по поводу перманентного макияжа бровей. Врач мне моя разрешила, сказала, иди делай, но только брови, губы нельзя, не делай. Я думаю, ну ладно, хоть что-то можно, потому что, ну реально, хочется что-то такое. Знаете, хоть что-то, что можно, что разрешено, хочется с собой сделать. Потому что, мне кажется, беременность, это тот период, когда тебе больше всего хочется за собой следить, за здоровьем следить. И хочется, и нужно это делать. И когда я приехала на перманент, вы все это знаете и помните, мне сказали, что мне нужно удалять лазером остатки старого татуажа, которому я не знаю, сколько лет, там чуть-чуть его где-то есть, из-за чего мои брови кажутся серыми такими. Я, конечно, жестко обломалась, но я, в принципе, сразу сказала врачу, вот косметологу, да, кто должен бы мне делать брови, сразу сказала, еще как только села, еще до того, как она мне сказала, что можно, что нельзя, что я беременна, вот. И что врач мне разрешила делать, ну, перманент. Так что погнали, типа все. Я думаю, что ничего страшного в этом нет, просто была большая вероятность того, что, ну, не возьмется вот этот состав, не знаю, перманент, что он просто не возьмется где-то, может, кусками будет, еще что-то. Но я думаю, ладно, пофиг, типа я же один хрен, ну, обычно крашу брови, ну, буду где-то закрашивать, потом сойдет, еще что-то. Не сделаю, значит, коррекцию, например, если плохо как-то сядет, не знаю. Вот, и врач, когда смотрела, она сказала, что меня смущает не то, что вы, там, беременны, а то, что у вас серый старинный татуаж. И когда она сказала, что надо будет делать лазер, я сказала, что вряд ли. Ну, я как бы даже у врача, наверное, не вижу смысла спрашивать, но, типа, нет. Хотя, может, ничего страшного и нету, хз. Но я подумала, что раз, ну, как появилось какое-то препятствие, скажем так, то, наверное, не надо тогда, не стоит. Конечно, я расстроилась, скажу честно, потому что... Ну, потому что и так ничего нельзя. А мне хоть что-то хочется сделать. Капец, просто капец. Вот, и да, я расстроилась, но я приняла это как еще одно такое, знаете, что, ну, не сейчас. Сейчас, может быть, когда-то потом. И потом, когда я рожу, и можно будет, я побегу удалять все это нахер лазером, делать себе шикардосные брови, губы. Все, короче, забьюсь всяк хреном. Такое вот у меня настроение, знаете. Я сначала думала, что я буду мечтать бухнуть, покурить, типа, когда можно будет. Главное держать себя в руках, и когда можно будет, знаете, реально не побежать и не обколоться так, что мама не горюй. Ну, просто нужно адекватно относиться, трезво оценивать ситуацию. Вот я, например, на себя смотрю и трезво стараюсь себя оценить, что да, я не становлюсь худее. И не потому, что я там что-то много жру. Я вообще стараюсь... Конечно, бывает, я могу что-то сожрать и сладкое сожрать. Кстати, вот фастфуд давно не ела. Ну, вот просто рассказываю о том, что да, конечно, нет у меня такого, что все, это точно я не ем. И вообще никогда не буду есть. Все равно стараюсь, стараюсь нормально питаться. Хотя бутерброды все равно жру. Вот написано в интернете, что колбаски, типа вот это тоже, ну, понятно, от них поправляешься, еще что-то. Но, блин, а что тогда? Постоянно что-то прям огромное, плотное есть. Нужны же какие-то перекусики. Иногда хочется что-то... Вот чуть-чуть прям поесть. Ну, типа бутербродик на завтрак. Еще что-то. Ну, вот хочется, блин. Что теперь? Мне кажется, это уж совсем тоже перебарщивать не надо. Это то же самое, что рис. Тоже вроде считается калорийным, что ли. Ну, что теперь у меня рис не жрать? Ну, типа, о чем я только гречку есть? Ну, тоже такое. Короче, надо просто следить, но без фанатизма. Короче, я выстил новый влог, который называется «Новая одежда, косметика, друзья из прошлого». И я там показывала платье, ну, в котором хочу к 14 февраля, типа, сделать фотосессию. И какая-то девочка пишет «Ура! Типа, на 14 февраля нам расскажут про беременность!» Вопрос «Кто-то беременный?» Другой человек пишет «Юля, мы ждали от тебя полноценную примерку вещей!» Посмотрим, как Юля заговорит о глажке после появления детей. Кто-то пишет «В чем проблема? С появлением ребенка я не перестала гладить, правда, теперь вещей для глажки в два раза больше. Не вижу разницы с ребенком, когда любишь опрятность без разницы на количество вещей». Я уверена, что люди, у которых дома срач, которые сами ходят грязные, немытые, сейчас там вообще негативить, наверное, будет в комментариях, но это наверняка негативить будут те, которые как раз, вот про кого я сейчас говорю, они любят оправдать себя тем, что «Ой, ну блин, ну, понимаете, у меня, типа, ребенок». Я пока не знаю, конечно, о чем я говорю, поскольку у нас еще не родился ребенок, но я уверена на 100%. То же самое было про гладить постельное белье. Когда мне все говорили, что я глажу постельное белье потому, что у меня полно свободного времени, я не хожу на работу. И очень много людей, которые ходят на работу, написали, что «Мне пофиг, я хожу на работу, я устаю, но я глажу, потому что я хочу, чтобы было так». И я уверена, что это так и есть. Тот человек, который не хочет что-то делать, он будет всегда находить оправдание тому, почему он ходит обосранный, неглаженный, грязненький. Потому что я в этом блоге рассказывала о том, что, например, если кто-то увидит, что мой муж, например, в неглаженном, то я это приму на свой счет, что я плохая хозяйка. И я понимаю, что, конечно, Слава сам себе вообще легко все погладит, приготовит, уберет, что хочет он сделать, поменяет постельный. Он все может сделать сам, но я так привыкла, и для меня это абсолютно нормально, потому что я так воспитана, я так росла, что это дела по дому типа делает девушка, женщина, жена. Потому что я всю жизнь росла и видела, как моя бабушка там гладит все, готовит, убирает. И для меня это норма. Ну, типа, я понимаю, что круто, и это классно, и Слава очень часто мне помогает по дому, и бывает, что я сама там ничего не делаю, скажу Славе, сделай это, сделай то, и он сделает спокойно, или даже я не буду просить. Но суть не в этом. Суть в том, что просто лично для меня это мой такой пунктик, и мне кажется, в этом ничего такого нет. Я сегодня в Телеграме это обсуждала, но на момент, когда вышло это видео, конечно, уже прошло нормально времени, я могла вообще не обсуждать эту тему во влоге, потому что все об этом уже забыли, но честно, я не знаю. Вот как я сказала в Телеграме, что когда ты любишь мужчину своего, то ты хочешь о нем заботиться, просто потому что ты его любишь и хочешь сделать его счастливым, и чтобы ему было клево, чтобы он открывал там, не знаю, шкаф и видел свои вещи глаженными, чтобы он садился там за свой рабочий стол, и видел, что все чистенько, пыли никакой нет и так далее. Ну типа это нормально, ты хочешь ему приготовить еще что-то, и я уверена, что любящая женщина, которая хочет, ну так же как и мужчина, он будет стоять и у плиты, и она тоже, и убирать, и все, и гладить, и стирать, и никто это не заставляет, это не значит, что ты у кого-то находишься в рабстве. Потому что одна девочка написала, что типа я не позиционирую себя как рабыня мужика. Мне кажется, что такая история, типа я вообще, что я тебе рабыня, что-то тебе что-то делать, там, не знаю, гладить, готовить, вообще любить тебя. Мне кажется, такое происходит, когда ты реально не любишь человека. Думаешь, ой, да ну что я буду свое время тратить на вот этого человека. Он у меня вообще кто? Типа любимый какой-то. Ну короче, у меня вот такое к этому отношение, если честно. Я без фанатизма, я к тому, что нужно, конечно, о себе тоже думать, и понятное дело, что у всего должна быть какая-то грань, какой-то баланс, ну то есть наглеть тоже никто не должен, да, что типа вот там только ты делаешь, что ты никогда не помогаешь, еще что-то, но короче, вы поняли, что я говорю, мне кажется, это абсолютно адекватное, нормальное состояние, когда ты хочешь, чтобы вот даже, не знаю, элементарно, твой муж встречается с друзьями. Ну блин, все равно, я понимаю, что кто-то скажет, типа какая разница, кто там что-то подумает, скажет и так далее. Мне лично на это не пофиг, потому что пусть лучше люди, даже чужими, на которых мне вообще посрать, пофиг, подумают о том, блин, типа как там ему повезло с женой, там чистенький, всегда накормленный, как это, но все равно, это же уют, это то, что создает женщина. Не знаю, и для меня это абсолютно нормально и понятно. И кто-то написал в комментариях, что Юля так переживает за мнение других, чужих людей, по поводу того, что кто-то подумает о том, почему кто-то там из нас глаженный, не глаженный, в чистом, не в чистом, потому что Юля сама на это реагирует, и сама может осудить человека за это. И это правда. Как я в телеграмм тоже сказала, что я не ангел, и, конечно, я тоже могу там про себя кого-то осудить, еще что-то, могу даже не про себя, но я просто к тому, что, да, я если увижу человека в обосранном, в мятом, я подумаю, фу, ну реально фу, а кто подумает, типа, ммм, вкусно, классно, ну так же никто нормально не подумает, правда, всегда же приятнее, как я и говорила в этом видео, всегда приятнее смотреть на человека, который, ну, ухоженный, ну, я не знаю, просто кому будет, блин, приятно смотреть на грязного, вонючего человека, в мятом, ну, к кому? И люди, на самом деле, как всегда, из крайности в крайность, я всегда, мне кажется, объясняю все очень доходчиво, понятно, типа, когда я говорю про астрологию, я говорю, типа, мне нравится, кто-то в это верит, кто-то не верит, но мне нравится, для меня это классный инструмент, мне прикольно. Нет, кто-то обязательно напишет, Юля полностью погружена в астрологию, она сумасшедшая, она, типа, не понимает вообще, что в ее жизни происходит, у нее есть большие какие-то сумасшедшие проблемы, и она все равно верит только в астрологию, еще что-то, ну, то есть люди, вот, больные реально, из крайности в крайность, так же, как в этом видео, вот, про которое мы сейчас с вами говорим, где я глажу, отпариваю вещи, болтаю, рассказываю, что для меня важно, ну, чтобы у моего мужа, например, и у меня, конечно же, были глаженные вещи. Раньше я могла на это забить, но с возрастом, я думаю, типа, блин, для меня это показатель, показатель, чего угодно хотите, но для меня это показатель того, что в доме находится хозяйственная женщина, хозяйка, ну вот, даже если мужчина сам это все может сделать, конечно, может и делает, но у меня, например, просто бывают такие, знаете, включения, когда я беру кучу вещей, то, что там постиралось еще что-то, накопилось, постельного белья, не знаю, один-два комплекта, включаю в себя великолепный век, и на три часа меня нет, я глажу, у меня есть такие вот включения, раз там, не знаю, в две недели, может быть, они происходят, то есть я не каждый день сижу и глажу, знаете, как больная, стою, и я в видео сказала, что вот, для меня это важно, классно, клево, и кто-то пишет, типа, что это такое, типа, как так, что это значит, типа, ухаживать за мужиком, как за ребенком, он что, сам не может это сделать, какие люди токсичные, у которых постоянно есть вот, либо одно, либо другое, очень категоричные, мне-то что, мне главное, что у меня дома чистенько, вкусненько, и классно, все, а то, что кто-то там ходит обосранный, это же не мои проблемы, я не знаю, как будет, когда появится ребенок, я уверена, реально, что найти время, на то, чтобы помыться, погладить вещи, постирать вещи, сто пудово будет, потому что, во-первых, типа, что, я собираюсь ребенку тоже гладить, вещички, даже если они будут маленькие, понятное дело, там, я трусы не глажу, да, но, грубо говоря, какие-то там у него же костюмчики, бодики, я не знаю, в любом случае, блин, я уверена, даже ребенку будет приятнее спать, вне мятом, ну, мне кажется, и ходить, да, там, ползать, не знаю, просто для меня это вот так, просто, если я для себя, для мужа глажу, почему я для ребенка не буду, например, гладить, короче, я уверена, что при желании, всегда можно найти время, на что угодно, даже если у тебя 5 детей, вот я подписана на одну девушку в интернете, у них, по-моему, 9 что ли детей, у нее дома порядок, все дети, блин, девочки там с косичками, еды постоянно, всего хватает, все наготовлено, дома, ну, чисто, как я и сказала, интересно, как так, волшебники, наверное, какие-то приезжают, я уверена, что если это у тебя в крови, если ты хозяйка, если ты хочешь, чтобы дома было классно, клево, то будет чисто, понятное дело, никто не говорит о том, что это должно быть каждый день, что у тебя каждый день будет идеальная чистота, как вот только что убрались, там, с клининговой компанией, конечно, нет, тем более, когда появляются дети, понятно, что сегодня у тебя больше свободного времени, завтра меньше, там еще какие-то дела дополнительные, помимо детей, но я уверена, что, как бы, блин, можно найти время, хотя бы раз в неделю, на такую глобальную, классную стирку, но я не знаю, как там, что быстро пачкается и так далее, просто у нас не всегда там быстро одежда как-то, не знаю, нужно стирать, потому что у нас много одежды, и можно немножко накопить, и потом две стирки, например, сделать большие, понятно, что когда ребенок, наверное, чаще надо все это стирать, такие вещи, на которые вообще можно найти время, у нас помимо ребенка, еще собака есть, да, за ней тоже надо следить, мыть, убирать ее какашки, так что, ничего, как-то справимся, и куча помощников, в виде мам, бабушки, кто-то написал то, что там чья-то бабушка говорила, что ты обязана убирать, стирать, готовить, за стол посадить, и если ты этого не будешь делать, то муж от тебя уйдет, на самом деле, с этим я тоже абсолютно не согласна, и вот девочка тоже написала, что она как бы не согласна с этим, потому что не все же строится на каких-то ухаживаниях, это вообще, конечно, не так работает, потому что, ну не так, это, конечно, круто, когда у тебя жена вкусно готовит, дома всегда чисто, дети все чистые, в попу поцелованы, это класс, короче, это как знаете, еще ни одного мужчину не удержал там в браке ребенок, если как бы люди собираются развестись, и мужчина хочет развестись, реально хочет, то хоть один, хоть два, хоть три ребенка его не удержит, а уж тем более, что говорить о том, что там дома вкусно и чисто, ну как бы в наше время, тем более, это можно и заказать, и там, не знаю, нанять уборщиц, еще что-то, то есть это, конечно, понятное дело, да и в то время, там, как у наших бабушек, не знаю, я думаю, это, конечно, не то, что типа это удержит мужчину, еще что-то, что если ты хозяйственная, то у тебя никогда не будет проблем в отношениях, конечно, нет, тоже много разных аспектов, и не всегда даже, если ты самая хозяйственная, классная, и того, что там, вы не разойдетесь, еще что-то, поэтому, ну как бы я об этом даже не говорю, потому что я сама считаю, что это не то, просто прикольно, когда дома вкусно, классно и чисто, кожа у меня, конечно, чувствительная, капец, вот здесь почесала, теперь тут красная, вчера, ну я такой пухлёш, я прям вижу вот эти части, Надя мне сказала, как отеки проверять, типа нажимаешь на себя, если долго потом восстанавливается обратно, то значит отек, не знаю, как думаете, напишите в комментариях, похоже, что у меня отек, или просто морда поправилась, блин, ну как же бесит, то что такое, разное по оттенку, кстати, в тот день, когда я разбирала шкаф, поднимала кровать, оттуда что-то туда-сюда, я потом пропылесосила, нет, не в этот день, на следующий день я хорошенько пропылесосила, а в этот день, ночью, допоздна, я убиралась, протирала пыль, тут, 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 короче, везде все протирала, вот эту сосиску я использую иногда, как подушку для беременных, маленькая сосиска мамина, вивс, 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 потом еще вилочку купала вчера, перед приходом гостей, хорошую собачку, что-то с улыбочкой, надо маме с папой съездить в собачий магазин, и купить тебе вкусняшки, да, да, моя колбасочка, какой хороший питомец, ой, какой зверевый, ешки-матрешки, очень мой сладенький, ну что за чудо, как я люблю этого маленького пирожочка, эти мои сладенькие, у меня периодически спрашивают, что у вивочки за, типа, татуировка, это клеймо, которое очень часто у собачек, особенно из каких-то, типа, питомников, заводчиков, в общем, это как их паспорт, и у нас вот есть документы на вивочку, и там такие же цифры, вот, и грубо говоря, если, не дай бог, вивочка потеряется, какой маленький, ну что же, человечек самый натуральный, если вивочка потеряется, не хочет вивочка теряться, да, то мы сможем ее найти, вот, и сравнить, наша собака, понятное дело, что вивочку я узнаю из тысячи собачек, просто из тысяч, мне кажется, она вот реально одна такая, знаете, очень много есть собачек, они, конечно, все все равно разные, и можно отличить их, но есть собачки, которые очень похожи, и ты их как будто не отличишь, а вивена, мне кажется, просто, каким-то, не знаю, таким экземпляром обалденским, как мама тебя любит, ну что за мишку, ну хватит быть такой милой, хватит быть такой миленькой, что это, там нос чешется, что ты делаешь, м? Что это за морды, тикарюченья, улыбочка, у меня вивочка кажется просто изумительной, мне кажется, она и есть изумительная, а знаете, как мне приятно, мне всегда делают комплименты, по поводу вивочки на стрижке, когда я ее забираю, говорят, какая же у вас вивочка, как же ее приятно стричь, купать, хороший такой малыш, да, потому что она у нас некая призна, сидит спокойно и ждет, послушная, да, да, про тебя мама рассказывает, послушный малыш, поэтому я, конечно, очень радуюсь, а вот наша грыжа, пупочная, видите, мой пупочек, не растет, вот такая она и есть, мой зайчик, но за этим нужно следить, я рассказывала, так, что у нас под кроватью, я тут недавно, тоже пылесосила, убирала, видите, я вам показывала, что убрала, подожди, а, вот она, контейнер, тут джинс, и все беленькое, то, что мне сегодня как раз пригодится, ну и черненькое, вот что у нас сейчас под кроватью, вот в этих всех обувь, вот эти можно заполнить, тут тоже что-то где-то, тут твои джинс, две штуки, я нашла белый джинс, но мы не только фоткаться будем, может еще что-то снимем, а тут, кстати, платье, которое я вам так и не продемонстрировала, могу это, в принципе, сделать сейчас, потому что их всего три, которые вот так вот хотелось бы продемонстрировать, поверила платье из сода-мода, как вы думаете, это большой живот для начала пятого месяца, то есть даже не полный пятый месяц, а только начало, вообще на самом деле это настолько индивидуально, потому что у некоторых живота вообще даже на шестом месяце как будто бы нет, я видела в сторис, ой, в этих, в рилсах, какую-то девушку, она, по-моему, с четвертым ребенком беременна, и у нее вообще живота как будто нет, короче, знаете, говорят, что это зависит от многих разных причин, от того, куда прикрепился плод, конечно, больше, как мне кажется, зависит от, ну реально, вот каких-то типа факторов, не связанных с тем, что типа разожрался, а вот уже все остальное, мне кажется, ну грубо говоря, если пипец огромные мясистые жирные руки, ноги, морды и так далее, мне кажется, это уже такой типа разожрался, плюс отеки, понятное дело, но я могу ошибаться, потому что мне кажется, вот я, например, не разжираюсь, но при этом у меня ноги стали жирнее, ну руки, скажу честно, у меня были как будто бы больше, не сказать, что тут прям много какого-то жирика, но просто вот, например, на животе, бока, да, бока тоже, кстати, растут, но вот на животе, вот так вот, если жирок типа попытаться найти, нащупать, его вообще практически у меня нет, и это также мне доказало то, насколько рано я начала чувствовать шевеление ребенка, и его толчки аж сверху, вот, потому что если бы у меня был какой-то большой слой жира, наверное, ребенок бы не смог пробиться до мамочки, ну короче, не знаю, все это, блин, такое, индивидуально, у меня по утрам живот уже не становится сильно меньше, знаете, чтобы я могла так говорить, ну, типа вечером он больше, утром сильно меньше, уже нет, это было, наверное, не знаю, сколько-то недель назад, так, а сейчас уже не так, сейчас вообще, даже не верится, но это прикольно, я рада, потому что, когда уже появляется какой-то беременный живот, ну, именно вот такой прям кругленький, какой-то беременный животик, ты такой думаешь, ну да, а я реально беременна, потому что первый триместр, когда у тебя большого живота нет, кажется, что ты просто обожрался, уже живот, уже прям такая фигура, блин, беременный, беременна фигура, хотя я сегодня еще не успела как-то плотно что-то поесть, у меня был только завтрак, вчера, когда к нам в гости приходила, ну, моя мама, мама Славы, бабушка моя, были в гостях, они сказали, что я горблюсь сильно, и на самом деле, это, конечно, проблема, потому что у меня, в принципе, всю жизнь с этим были проблемы, типа, ровно держать спину всегда было тяжело, а тем более, когда у тебя еще появляется какой-то перевес, даже если, вот мне сейчас кажется, что он еще небольшой, все равно он уже появился, дополнительный вес, который вперед тянет, и, конечно, тяжесть, и все равно согнуться в крючок намного удобней, за этим тоже так надо следить, но как? Кстати, по одежде мы все разобрали, сегодня еще приедет к нам сюда платье, Настя сказала, в котором у нас завтра будет фотосессия, кстати, я хотела вам сказать, что вы, наверное, думаете, типа, почему какие-то видео я выпускаю вконтакте, какие-то здесь на ютубе, я в каком-то своем видео говорила о том, что непонятно, что будет завтра, и я хочу развивать свою страничку вконтакте, чем мне нравится, что там есть все, ну, то есть, там можно выпускать видос, там есть музыка, там есть фотографии загрузить, ВК-клип, то есть, это все в одном месте, это классно, и я хотя бы не беспокоюсь за труд своей жизни, когда он находится вконтакте, в российской соцсети, что в один момент кто-то просто придет, блин, и выключит, например, мне это все дело заблокирует, не знаю, еще что-то запретит, ну, короче, я вот в этом плане спокойно, поэтому хочу развивать свою страничку вконтакте, тем более, что я смотрю, многие звезды наши, да, артисты тоже, как бы этим занимаются, я думаю, так, надо не отставать, поэтому, скажу честно, если говорить про соцсети, то соцсеть, которую я называю запрещенкой, я, конечно, подостыла, и это, на самом деле, удивительно, конечно, я туда до сих пор что-то выставляю, в сторис, все веду, но, знаете, вот если говорить по поводу того, чтобы вести как-то классно ленту, ну, такая, типа, не заморачиваюсь вообще, почему, ну, потому что, во-первых, в плане, как работа, это уже не то, то есть, раньше был стимул вести ленту, как-то классно, клево, чтобы там бренды заметили, какая у меня классная лента, и взяли там рекламу, и ты такой думаешь, блин, буду делать просто в свое удовольствие, когда что-то есть, выставляю, я очень активно веду телеграм-канал, кому интересно, вот это моя душная, это место, куда я скидываю все, сторис, конечно, я в запрещенке тоже веду, но я вот просто понимаю, что я хочу, чтобы у меня было, знаете, такое место надежное, вот ВКонтакте для меня, кажется, самым, не знаю, самой классной такой альтернативой вообще всех соцсетей, надежной, куда мне не страшно заливать видосы, я знаю, что они там, они со мной, фотки, все, ну, короче, нету страха, что в один момент просто все это закончится, и все. Мне сейчас Аня, менеджер, пишет по поводу рекламы магазина одежды, спрашивает по датам, ок, не ок, я говорю, ок-то ок, но только надо понимать, что, типа, я не все смогу на себя надеть, не во все влезу, и у меня уже живот, просто не все, кто в курсе о том, что я беременна, уже в курсе того, какой у меня живот, поэтому надо скинуть, наверное, даже фотку. Так удивительно, столько беременных вокруг, из таких вот беременяшек, за которыми я слежу, и на кого я как бы, ну, как хочу равняться, в плане того, как они выглядят сейчас, будучи уже на сносях, вообще. Кристина, девочка, Кристи Край, по-моему, у нее такой ник, я уверена, многие знают ее, и у нас с ней много общих друзей, знакомых, и Настя Фед тоже, в том числе, у нее ПДР стоит, по-моему, 14 февраля, и она выглядит просто офигенно. Я ей на днях тоже рассказала, хотя она мне не близкая подруга, потому что, ну, мы с ней даже, мне кажется, ни разу не видели в жизни, но друг за другом следим, подписано, у нас много общих друзей, знакомых, и мне захотелось с ней поделиться, короче, я ей рассказала, что, что-то я там на сторис ответила, типа, блин, надеюсь, я тоже так буду выглядеть, ну, на таком сроке, и потом в итоге ей рассказала, что, ну, как бы, я уже тоже это самое, беременна, вот, она тоже очень порадовалась, к чему я, что вот я смотрю и думаю, тоже так хочу выглядеть, где бы мне получше показать, причем, кто-то из вас подумает, то, что, там, понятно, фотошоп, не фотошоп, но вот я ее видео смотрю, сторис смотрю, она там точно так же выглядит, и удивительно, у нее даже лицо выглядит не каким-то отекшим, опухшим, ну, не знаю, короче, это просто какая-то загадка, вот я смотрю на нее, и думаю, тоже так хочу, хочу в том плане, что она очень хорошо, ну, как бы фигура у нее очень хорошая, учитывая, что ей, блин, вот-вот на днях вообще рожать, и, вот, мне кажется, у нее чисто, мне кажется, только живот вырос, ну, там, грудь, наверное, понятно, я уже делаю, это уж я так не слежу, но я имею в виду, что я смотрю, думаю, блин, я тоже так хочу, и Ханна, это вообще, конечно, это просто, я на нее смотрю, и я не понимаю ничего, я понимаю, что Ханна, например, вторым малышом беременна, но, опять же таки, это не гарантия того, что ты будешь там меньше, чем в первую беременность, вообще по-разному бывает, но просто вот я смотрю, и такая думаю, так, выглядеть клево, стройно, подтянуто в беременность, можно, возможно, и я смотрю на них, и они меня вдохновляют на то, чтобы не жрать по ночам, в принципе, не жрать всякое там, сильно какой-то калорийное, еще что-то, то, что будет прям стопудово откладываться, но я понимаю, что все равно, мои старания, это хорошо, но есть еще другие моменты, типа как, не знаю, генетические предрасположенности, и так далее, но, по крайней мере, то, что зависит от меня, то, что я могу контролировать, это то, сколько я жру, чаще ходить на какие-то прогулки, я еще, когда пойду к врачу, в следующий раз спрошу по поводу бассейна, могу ли я ходить в бассейн, что я могу, короче, спрошу все, что мне можно такого из, типа, активного, какие-то, я знаю, йоги, вот это все тоже можно, также я слежу за Сашей Пасновой, вы знаете наверняка ее, и самое удивительное, что у нас с ней одинаковый срок беременности, у нас с ней в один день стоит ПДР, это просто, просто удивительно, и я за ней тоже слежу, и это так любопытно, так интересно, прям здорово, за ней тоже, кстати, я начала вот так вот активно следить, не так давно, и мы с ней тоже лично, как-то так, можно сказать, ну, лично в переписке познакомились, и вообще хочу сказать, что в этом году уже, я могу сказать, у меня появилось больше каких-то знакомств, пусть не таких близких, тесных, да, прям, типа, подружки, ходим в кафешки, и так далее, но я уверена, но я уверена, что в этом году, прям, по многим моментам, скажем так, произойдет какая-то наполненность в жизни, знакомство, там, не знаю, какая-то активность, типа, того же ремонта, какие-то изменения в жизни, там, перемены, да, ребенок, понятное дело, родится, на море мы, конечно, вряд ли куда-то поедем в этом году, ну, в общем, я просто к тому, что я, я очень, очень рада этому году, и я уверена, что он принесет много счастья, много классных открытий, моментов, и это замечательно, надо не горбиться, я сейчас даже боюсь взвешиваться, потому что я из-за того, что поела, и не утро, я думаю, блин, вообще, я сейчас будет 58 с чем-то, ну, можно попробовать, я правда еще платью, 58,6, это много, ладно, нам надо мерить следующее платье, чтобы я уже отмерила, сняла с себя этот груз, и все, и, кстати, то, что я вам начала говорить по поводу ВКонтакте, я оставляю все ссылки, обязательно подпишитесь на мою страницу ВКонтакте, на мое сообщество, оставила ссылки, потому что там у меня выходят эксклюзивные видео, я их специально не дублирую сюда, самое интересненькое, самое горяченькое, по моим ощущениям, я буду выставлять ВКонтакте, там я выставила видео про то, как мы рассказали о том, что я беременна, там видео про мой первый триместр, либо уже вышло, либо будет, вот, так что я планирую там прям побольше выставлять, короче, мне хочется максимально развить свою страничку, и я думаю, что у меня это получится, особенно если вы поддержите, так что обязательно перейдите по ссылке в описании, так, ребят, вот еще вон-то платье, красиво снимаешь? с носками? с носками снимаешь? вот такое платье тоже из сода-мода, по привычке, что-то знаешь, как на фотках, втягиваю живот, забываю, просто потому что там человек сидит, короче, такое платье еще тоже из сода-моды, видимо, у меня такое большое животное, что я скоро свои ноги не увижу, так вообще не вижу, тут такой вырез, тут, кстати, есть еще этот, молния, но я пока и так уж залезаю, и оно, в принципе, хорошо тянется, так что вот это платье, прям, мне кажется, улет на прям большое живот, что у меня с голосом, кажется, этот ломается, переходный возраст беременный, носки отдельная тема, скажи свои комментарии, по поводу моего беременного живота, ты на него смотришь и думаешь, ого, реально беременный, или что думаешь, или думаешь, блин, нифига ее разнесло, я не на такой женился, не, сначала думал, ого, реально беременный, а потом уже, ну нормально, разъелась, конечно, я не думаю, я знаю, нет, сначала я думал, ничего себе, ты реально беременна, оказывается, а потом просто, ну твой животик стал, как, любить, часть тебя, да, да, и он еще, он сейчас, типа маленький, он мне кажется, ну как, он уже большой, наверное, на видео тоже выглядит большим, особенно, когда я буду монтировать, буду, нифига, я не такой большой, потому что в жизни я смотрю, мне кажется, он не такой большой, так к чему я это все веду, что, и он сейчас еще, считай, вообще, ну если ты ровно станешь, вообще не понять, ровно в смысле, на меня, вообще не понять, конечно, не понять, куда не видно, типа, из-за света, из-за черного, все понять, просто чуть-чуть, шире, шире стало, шире? А это уже обидно, у меня пока еще, вроде, сохраняется, какое-то, очертание, какое-то, я же не такая сейчас, ну нет, Зай, ты вообще отлично выглядишь, пока я выгляжу отлично, вот я смотрю на себя в зеркало, тоже думаю, пока, отлично, но, блин, я все равно, постоянно, знаешь, думаю, сейчас только начало пятого месяца, мне уже хочется думать, что уже ближе к концу пятого месяца, и я так выгляжу, потому что я понимаю, что самый жесткий набор, блин, что я себя проецирую, или как это сказать? Слава решил встать, было не так плохо, как на прошлых кадрах, короче, это платье тоже из магазина Soda Moda, и вы его даже видели у меня в сторис, и это, кстати, размер M&M's, M, конечно M, не S, G, и что сказать, когда я его брала в магазине, у меня живот был меньше, но я знала, что там есть куда расти, и сейчас есть куда расти, можно даже предположить, что, ну да, тут еще есть, короче, место для будущего, вот, так что мы думаем о будущем, и поэтому у меня в шкафу много платьев, вопрос только, куда в ней ходить? Ну, как минимум, фотосессии точно можно на них устраивать. Мы думаем о будущем. Конечно, я, блин, смотрю что-то сбоку, я как гусеницю выгляжу. Ну, формат, наверное, платьев, как бы, такое тебе кажется. просто как будто бы оно больше не для беременных, из-за того, что, ну, короче, вот эти вот штуки, на большом, вот этой части, да, не будем называть это жирным местом, назовем это просто беременным местом, выглядит как гусеница. Не, ну, жопути отмен. Ну, не знаю, смогу ли я его потом после родов классно носить, потому что это размер М, а я все-таки планирую вернуться в С. Что я сегодня ела? Я на завтрак съела два яйца с хлебом, и сейчас я съела одну половинку сэндвича. Был такой легкий перекус, причем я съела половинку сэндвича, и после этого я еще ощущала, что я голодная. И это, конечно, угар. Я Славе говорю, что, типа, блин, я что виновата, что наш ребенок такой прожорливый? Я не планирую сваливать, что это, типа, ребенок хочет, но мне нравится так шутить. Вот здесь распухла губа, потому что у меня есть некая аллергия на на яблоки. И это странно, потому что иногда она есть, иногда нет. Короче, у меня в одном месте распухает губа. Ну, это быстро проходит, и вообще не всегда это появляется, но, короче, суть не в этом, а в том, что у меня так жестко вчера опухла губа, что я проснулась вот такой вот опушей одной губой, и у меня теперь вот тут на губах как будто трещины. Это жесть, я просто в шоке. Когда я накрашу карандашом губы и еще каким-то бальзамом и сделаю... Вы что, на человека похожи? А? Вы что, на человека похожи? Не на человека, наоборот, на жабу какую-то похожи, как будто у меня перекачивание губы дегут. Да не у тебя нормально. Да ты просто меня забрасываешь комплиментами, чтобы у меня депрессии не было. Мы сейчас едем в торговый центр, но не в тот, в котором мы частенько бываем, а тот, в котором мы обычно бываем, когда закупаемся вивочки всяким кормом, пеленочками, что-то такое. Вот, так что сейчас мы туда поедем. Сейчас едем, и я чувствую, как малыш пеняется. Какая милость! И через полтора часа где-то приедет курьер, привезет платье, которое мне нужно дома померить, в котором будет фотоссейшн. Вот, ну понятно, что я еще в туфля, буду, ля-ля-ля-ля. Нужно будет дома сейчас все отпарить, погладить и так далее. Вот. Подготовиться к завтрашней съемке. В целом, сильно нечего подготавливаться, все готово, скажем так, из такого, из такого, что нужно было бы переживать. Я все заранее подготовила, нашла белые джинсы. Славе, потому что он же в них сейчас не ходит, учитывая, что, ну понятно, зима, куда в белых джинсах сейчас ходить. Вот. Я их нашла, потому что непонятно, где-то в разных контейнерах могли быть. Вот это сделала, нашла два офигенных топа мне, которые вот у меня есть тоже, которые можно использовать на съемке, просто изумительно. еще у Славы, получается, есть три разных цветов костюма, черный, синий и бежевый, такой песочный. А почему мы вдруг резко, спонтанно собрались куда-то поехать? На самом деле, ничего такого в планах сегодня не было, что надо куда-то поехать. Но есть три причины, из-за которых мы сейчас едем в этот торговый центр. Первая причина, это чтобы дома не уснуть, потому что мы не выспались оба. Если дома будем, то можно чуть-чуть полениться и задремать на кровати. Это очень плохая затея. Вторая причина, это то, что я хочу купить еще одну карту памяти, ну, для съемок, для фотоаппарата и так далее, потому что у нас получается только одна такая прям хорошая. Она, конечно, на много гигов, но иногда надо, чтобы было две. Вот даже завтра у нас будет фотосессия. Я хочу, чтобы Настя снимала на мою карту памяти, потому что так будет быстрее и проще. То есть мне будет быстрее самой прийти домой, сразу уже отбирать фотки, чем ждать, когда она мне их загрузит в хорошем качестве и так далее, и так далее. А у нас время как бы не резиновое, вот, и лучше не откладывать, не затягивать. Плюс ко всему я хочу, чтобы у меня были исходники в хорошем качестве, хотя мне Настя и так всегда в хорошем качестве исходники присылает. Ну, короче, в любом случае это удобно. И третья причина, которая не такая важная, потому что у Вивочки еще есть и корм, и все там, короче, что надо, пеленок дофига мы закупались, но это тоже, как бы можно докупить, скажем так, потому что оно все равно имеет свойство кончаться. Поэтому, в принципе, вот три основные причины, почему мы вышли сейчас из дома и едем. От того, что я не показываю УЗИК, УЗИК кто-то, возможно, подумает, если у меня будет огромный живот, что у нас там два ребенка. Ну, очень часто, когда у беременной огромный какой-то живот, обязательно найдутся какие-то люди в комментариях, которые напишут, а у вас точно не двойня? На самом деле, я тоже из этого числа, потому что я буквально, наверное, год назад, ну, чуть побольше, может быть, но и знакомый тоже задавала такой вопрос, типа, такой животик больше у тебя там точно не два... И на самом деле сейчас... И сейчас мне, конечно, стыдно за это. Ну как, не то, что прям капец стыдно. Все-таки это не совсем был мне чужой человек. Я думаю, что это, наверное, более неприятно от чужого человека получить, чем от знакомого. Хотя хрен знает, не знаю. Но если честно, мне пофиг. Если мне кто-то напишет, что у тебя случайно там не два, а может и два. А может и два. Вы откуда знаете? Я же вам УЗИ не показывала, реально. Слава забыл в машине телефон. Хоть рассказывать на таком чудном фоне. Короче, я чуть не уснула в машине, потому что мне, во-первых, было неудобно сидеть, и я немножко разложила кресло. Музычка такая, знаете. Немножко меня убаюкало. Но я, конечно, не уснула, но прямо сейчас выходить было очень тяжело. Я даже не стала куртку снимать. Хотя, понятно, в ТЦ не холодно. Короче, я хотела сказать, что из-за того, что я беременна, и понятное дело, что у Марка растет все дела и так далее, и давит на мочевой пузырь. Мне приходится посещать общественные уборные, потому что ну иначе по-другому никак. Вот, и я, конечно, наслаждаюсь этими приключениями. Я хочу сказать, что я в шоке от того, какие свиньи люди. Потому что я, заходя в женский туалет, никак не ожидаю увидеть какой-то трэш, типа размазанного говнеца, еще что-то. Я, конечно, в полнейшем шоке, когда я захожу в женский туалет. Там такое, девочки. Окей, что вы творите? Я не понимаю. Просто стыдно от того, что это место, куда ходят девочки. Реально, сложно даже в это поверить. Просто элементарно даже смыть кто-то за собой не может. Вот, я хочу сказать, что, конечно, я не то чтобы там не любитель посещать общественные уборные, конечно, очень интересная информация, но суть в том, что я лучше, блин, реально, хотя это не полезно, но лучше я потерплю, схожу дома, еще что-то, всегда перед выходом и так далее. Но я просто к тому, что сейчас-то я не могу, во-первых, терпеть так долго и вообще терпеть, в принципе, не полезно. Это, во-первых. А во-вторых, просто, ну, блин, хочется чаще, чем обычно, понятное дело. Но без фанатизма, кстати, я не встаю там, знаете, в два раза за ночь, еще что-то, я просто могу сильно рано утром проснуться, сильно рано утром могу проснуться и все, например. Либо вообще даже не просыпаться именно для такого занятия, дела. Так что, в целом, норм. Вот, но все равно приходится, конечно, ходить в такие местечки. Хочешь прикладывать? Да. Чувиху, судей, верно. Да? И у нас с ней мутки, кстати, тоже. Ты у нас, Слава, только что увидел девочку, с которой у него когда-то были мутки. Пошли, догоним. В общем, мы ищем флешечку, нашли уже в одном месте, но хотим посмотреть еще в другом, где будет получше, потому что у них тоже есть там какие-то скорости, нескорости. С Славой шли, и он встретил знакомую. Да, Зай? Но они глазами не встретились, и Слава сказал, что он с этой девочкой когда-то даже мутки мутил. Были мутки, но она со мной училась. Училась. В универе. А прикинь, она сейчас смотрит это видео, такая думает, это точно была я, они же в том же самом, где все. Я просто не смотрю на... В основном не смотрю на людей. Просто когда я хожу где-то в общественном месте, я особо не вглядываюсь в лица людей. Даже не знаю, почему. Ну, блин, реально не знаю, почему. Просто смотрю, и все. А Слава, походу, во все лица вглядывается, потому что он постоянно встречает своих всяких разных знакомых. Я говорю, блин, капец. Ну, типа... Так, мы взяли вебочки, пеленочки вот такие. До этого брали другой бренд, но они испортились. Закупились вкусняшками для нашей собачки. Еще взяли игрушку. Показываю вам игрушку голубя, которую мы взяли. Я не знаю, зачем это. Я думаю, Виве не нужно. Она вообще у него играть не будет. Но нам подумалось и показалось, что мы давно ее не радовали какой-нибудь игрунькой. Мы пришли домой, и сейчас будем дарить Вивочке этого голубя. Интересно, понравится он ей или нет. А это наши... Мои, точнее, наряды, которые заказали в аренду. Вива! Вива! Вив, мы с папой давно тебе не дарили игрушки. Смотри, смотри! Показываю тебе подарить такого голубя. Красиво. Как тебе, птичка? Ты же любишь птичек? У тебя есть фламинго, а будет еще голубь. Воняет жестко. Что это воняет? Слушай, голубь как будто тоже воняет. А? Не пойму. Понюхай голубя, или мне кажется? Он тоже воняет, мне кажется. Понюхай? Чем он пахнет? Фу. По голуби умер голубь. А что ты его тогда, если он воняет чем-то мертвым или гадким? Сейчас будем все это мерить, смотреть. А потом какое-то время отдыхать. А потом пытаться заставить себя встать с кровати и продолжить делать дела. Я померила первое платье черное, на которое был большой упор и расчет. И мне абсолютно не нравится. Я в нем выгляжу как это... Как ее из русалочки? Урсула? Или как она? Как будто... Не знаю, короче, жопа какая-то вообще не сочная. Она у меня еще великовата, что в груди еще пять сисек поместятся. Что в животе явно, что как будто бы здесь живот должен быть больше. Но если в козу встать, ну я не знаю, блядь, что делать. Сюда как будто носки какие-то надо запихать. Ну просто странно. Оно должно плотно быть в груди. Не знаю, это как надо встать. Не, ну как-то, конечно, встать можно, но это точно не тот образ, о котором я мечтала, фантазировала. Типа это будет самый бомбовый лук. Есть главные образы, а есть такие проходящие, скажем так. И вот этот был один из главных. Я не знаю, может, мы просто дома зеркало говно. У меня только настроение уставше. Я такая злая. Блин, ну не богу, Урсула. Классно тебе черный идет. Тем более, ну, формы сочные. У меня только одна сочная форма. Это огромный выпирающий живот. А все остальное нуждается в серьезных спортивных упражнениях. Эти перчатки модные. Модные? А? Модные, думаю. Ну да, как будто это, ну, возвратило какие-нибудь 70-е. Потом мне сюда нужен этот, палочка для курения. Да-да-да, я тебе говорю. Интересно, а такое же красное тут или что? Знаете, еще какое-то красное взяла платье. Что это такое интересное? Я не привыкла еще к тому, что у меня есть живот. Я его люблю, потому что там мой ребенок. Но если говорить про позы, я не понимаю, как это делать. Короче, я не знаю, как. Я пока не понимаю, как надо позировать. Мне, когда я в зеркале... Короче, у меня то, что происходит в реале, то, как я вижу себя в реале, в зеркале, абсолютно отличается от того, как я выгляжу на видео, на фото. Я не хочу быть той беременной, которая чуть что начинает плакать, сходить с ума, всех ненавидеть и так далее. Но иногда я испытываю такое ужасное чувство, типа, бесячее. Знаете, это, наверное, нормально, конечно, перепады настроения, но вот просто сейчас я смотрю сначала на себя, думаю, бесит. Просто бесит. Типа, это не так, как я мечтала в духе, знаете. Потом я прекрасно понимаю, что все это полнейшая херня. И когда я буду видеть фотки, во-первых, в фотостудии у меня будет красивая укладка, макияж, классный свет, у меня будут туфли, какое-то украшение. Все, короче, будет абсолютно по-другому. Плюс возможность где-то, не знаю, что-то подфотошопить, жопу сделать более упругой. Потому что я смотрю, и у меня, получается, вперед-то растет, а назад пока ничего вот так не растет. Как будто просто разрастается. Но вот эта же жопа не подтягивается тебе. У меня прям желание, чтобы жопа подтянулась. Что, знаете, кого я себе напоминаю? Этого из, господи, про вампиров мультик. Там папа и дочка вампир. Что-то такое. И он как будто бы вот такой же был. Нет, само по себе платье класс. Просто мне еще не нравится, что оно мне великовато. То есть хочется, чтобы оно было более натянутым. Потому что в грудях вот так вот кто-нибудь, хоп, например, сделал бы, и все, все сиськи наружу. И я просто не люблю, когда есть ощущение, что там есть пустое пространство. А оно, конечно же, есть, потому что оно мне велико. Но это платье рассчитано на девочек на восьмом месяце беременности, мне кажется. А не в начале пятого. Мы, конечно, замахнулись. Слава за снинули это за красное платье. И хочу сказать, что оно мне нравится. Такой я, конечно, псих, блин. То распсихуюсь, то в итоге у меня хорошее настроение. Просто оно как будто бы сразу... Ну, тут фасон другой. О чем можно говорить? Другой фасон. Какая-то ткань. Я же могу вот так стоять, оно такое ля. Вот это платье мне прям нравится. Ну, тут, чтобы было видно живот, его сто процентов нужно как-то руками акцентировать. Тут тоже есть, кстати, перчатки с какими-то заборами такими, с сборами. Да, клево. Ну, не знаю, нравятся ли мне перчатки. Они вообще как будто бы немножко отличаются по оттенкам. Да? Вот. Такова красота. Вот это платье, оно здесь поплотнее. То есть, есть какое-то ощущение того, что мы делаем, в принципе, вовремя вот это платье. Но вот если боком встать, не знаю, как. Может, чтобы вот так вот ткань. Наверное, да. Наверное, как-то вот этой стороной может лучше стоять. Ну, не обязательно, конечно, это подбрасывать. Ну, такое любят тоже. На фотосейшенах. Ой, как это все весело. Классное местечко. Настя этим всем вопросом занималась. Оставлю тоже вам здесь. Прикольно. Могу сказать, что хорошее, хороший прокат платьев. Но вот по поводу этих перчаток надо подумать. Мне кажется, что сюда просто что-то золотишко какое-то. И вообще бомба. Слушай, и вот так бомба. Вот так вот есть встать, рукой держать, спозировать. А, это у нас чава. А, здесь бант. Настя хочет, чтобы я снималась голеньким. Ну, уж не совсем голеньким, понятно, но, короче, хочет мне на спину куда-то прицепить бант. Или в бок куда-то. Какой-то огромный здесь бант. Вот. И что я, типа, подарочек. Не знаю, что это за штука такая, как его цеплять. Это, типа, как одежда или что это. Смотри, смотри. А его сюда можно прицепить. Смотри, какой бандай. Сейчас сядет аккумулятор, сейчас я его как раз поменяю. Так, ребят, сейчас уже 11 часов ночи. и мы со Славой тут устроили, можно сказать, поращищную. Он отпаривал, я гладила. Короче, все отпарили, все погладили, что нам завтра необходимо. И решили, что мы сейчас спустим это все в машину, чтобы завтра налегке спуститься и не заколебываться, потому что очень много всего. У меня получаются вот эти два крас... ну, красное, черное платье. Потом получается большая розовая накидка. Вы ее уже видели, либо я вам ее только покажу. Черное платье, красное, розовая накидка. Еще розовое платье. У Славы три костюма, джинсы, две пары ботинок. У меня одни туфли, еще Настя привезет туфли. Странный банд, который я не знаю, как надевать. В общем, спать охота. Есть охота, поэтому сейчас мы спустим. Смой макияж и будет классно. Вроде к съемке готовы. Не знаю, у нас еще на съемке будут кролики. И... Блин, вы, конечно, уже это все видели, но я вам сейчас такое, типа, немножко из прошлого. Привет из прошлого, как мы к этому ко всему готовились. Просто не совсем понимаю по хронологии событий, как я все в итоге это буду делать, объявлять, что, каким будет выставляться первым, вторым и так далее. потому что я уже потом посмотрю, что лучше не по хронологии, а, скажем так, по здесь и сейчас, типа, знаете, что будет более продуктивным, интересным и более завлекательным, даже, что выбирать словечки, более привлекательным и завлекательным. Лицо у меня выглядит уставшим, ну, прям вот это вот все так мило под видео, где я обсуждаю и рассуждаю на тему ринопластики и что, я бы хотела нос какой-то другой, все пишут, и что, не надо, у тебя хороший нос, оставь свой нос, не надо становиться как все, это мило. Беременна двести, двадцать тысяч процентов, беременна двадцать тысяч процентов. Вот интересно, что это людям дает, когда они пишут и, например, угадывают. Ну, вот даже если потом эти люди угадают, что я, например, беременна, ну, что дальше-то? Как будто бы за это кто-то какую-то медаль всучит, вручит. Мне кажется, очень странно о таком писать. Хотя меня это, конечно, не обижает, потому что я реально беременна и мне, с одной стороны, даже прикольно, что все гадают, думают, там, подозревают, еще что-то, но с другой стороны, а вдруг нет, да, вот как бывает. Я же уже рассказывала не один раз, что вдруг нет, а вы такое написали. Короче, ладно, мы пошли, скорее всего, отнесем, поедим вчерашнюю обалденскую печеночку и ляжем отдыхать, потому что уже реально прям состояние не очень. Но я просто боюсь, что если прям сейчас типа лечь кровать, то можно проснуться в 5 утра или в 6, или в 7, и не уснуть. В итоге все равно в ад не будешь. Но я очень рада, хотя сегодня не выспалась безумно, но очень рада, что... Очень рада, что не выспалась, потому что смогу уснуть пораньше, надеюсь. А еще голубь, которого мы купили для Вивьены, мы со Славой его понюхали, не поняли, что за хрень, он чем-то странным воняет. Сначала подумали типа сейчас постираем, все будет классно, решили даже не стирать. Короче, мы его выкинули нахрен, потому что запах такой стоит. Ну не во всей квартире, но вот в части коридора просто отвратительный. Я не знаю, что за херня, но мне даже показалось, знаете, вот в голову пришло, как интуиция, а вдруг... Вдруг просто на какой-то фабрике отшивали этого голубя, и случайно вместе с каким-то наполнителем там оказался какой-нибудь дохлый таракан. Я не знаю, честно, но вонь вообще ужасная. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Какая-то вот, знаете, как будто прям какой-то, не знаю, серный кислот. Я не знаю, даже предположить не знаю. Я не могу, но это просто отвратительный запах, и мы решили нахер этого голубя выкидываем. Так что... Так что Вива опять без игрушки. Ну блин, лучше без игрушки, чем с каким-то отравленным голубем. Фотки вы наверняка уже видели. Не знаю, все или нет. Все я сразу выстил. Ну понятно, что не сразу все выстил, но я просто не знаю, когда выйдет этот влог, потому что я столько всего снимаю. Вот, поэтому если вдруг что, зайдите, посмотрите мои фоточки. Вот, самое главное, подпишитесь на меня в Телеграм и ВКонтакте. Вот там я буду постоянно. Вот, спасибо, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Ждите следующее видео, пишите комментарии, буду все читать. И всем пока.